Итак, ну давайте суммируем, что мы знаем. Мы это сильно жевали, но это хорошо, потому что это очень важно. Итак, для любого М, модуля рассмотрения нашего, да, модуля рассмотрения, М определяет вселенную, в которой мы находимся. Мы рассматриваем много разных вселенных. И наша вселенная — это остатки по модулю М. Вот мы в них живем, и все, и ничего больше не замечаем. Для любого М, для любого К, остатка по модулю М, ну, соответственно, принадлежащего 0, 1, 1 я, значит, 0 уберем, принадлежащего 1, 2, так далее, М минус 1. Следующее. Утверждение равносильным. Равно сильным. Вот это то, что мы установили, да? Утверждение номер 1. Так, в строке К нет нулей. Ну, давайте среди столб... Ну, значит, все утверждения там будут среди столбцов. Номер 1, 2, так далее, М минус 1. Нулевой столбец не берем. Далее. Утверждение номер 2. В строке К есть единица. Тут уже даже я могу не писать, что в нулевом, потому что в нулевом остался единица. Нет. У него 0 стоит. Ну и, наконец, в строке К есть все остатки. Остатки. Это, кстати, очень важно. Вот это то, что это важно. Это значит, что на К можно всегда поделить. На К делится любой остаток. Вот. Так вот. Сбрасываем эти самые маски. Сбрасываем маски. Добавляем еще одно утверждение, которому эквивалентны все эти три. Нод КН равен 1. КН равен 1. Сик. Вот. Как же мы это докажем? Давайте немножко съедем наверх. Итак, вот эти четыре утверждения, на самом деле, равносильны друг другу. Доказательство. Ну, давайте выведем из четвертого, выведем одно из этих, и потом из одного из этих выведем четвертое, грубо говоря. Да, то есть, ну, как бы мы не будем париться, просто, значит. Значит, итак, на самом деле, мы будем выводить следующим образом. Мы из одного из этих выведем вот это путем обращения, что если нод не равен единице, то одно из этих неверно. Конкретно мы будем доказывать, значит, что из И следует 4И. Что эквивалентно тому, что из нода КН равно Д не равно единице, следует, что есть нули. Понятно, да? То есть, смотрите, вот это вот правило логики, правило вывода. Я из И вывожу 4. Это то же самое, что из не 4 вывести не И. Да? Вот, я утверждаю, что если нет нулей, то нода равен единице. В самом деле, если бы он был не равен единице, то были бы нули. Если не равен единице, были бы нули. Понятно, что я тем самым это выведу. То есть, я из И выведу 4. А потом из 4 выведу 2, на самом деле. 2И. А мы знаем, что все три равносильны. Так, ну, как же я это делаю? Ну, смотрите. Беру катую строку. И М делить на Д, то есть, столбец. Видите, как важно, что Д не равно единице. При делении на Д получился какой-то номер из набора 1, 2, так далее, М минус 1. То есть, если бы Д было равен единице, мы бы не попали путем деления на Д в это множество. М бы осталось равным М. А это какой-то номер. И что же стоит в этом номере? Имею право на Д поделить К. Вместо этого. Имею. Далее, что если нулей нет, то нод равен единице. Прекрасно. Теперь доказываем, что из 4 следует 2. И на этом все закончится. Значит, 4 будет эквивалентно всем предыдущим трем. Ну и что вы думаете? Что вы думаете? Ну, конечно, мы используем уже тот результат, который у нас был. Из того, что нод КМ равен единице, следует, что существует решение целочисленного уравнения КХ плюс МЮ равно единице. Вот. Берем... Ну, если это целочисленное решение выпало, вот Х выпал за предел вот этого 1, 2, так далее, М минус 1, то просто берем Х чертой, равный остатку от деления Х на М. На М. И видим, что КХ чертой при делении на М дает такой же остаток, как КХ. Ну, а так как вот это все делится на М, то это равно единице. Все. КХ чертой плюс МЮ, естественно, тоже равно единице, потому что мы... КХ чертой от Х отличается на кратное М. Вот. Ну, равно единице по модулю М, естественно. То есть, КХ плюс МЮ просто равно единице. КХ чертой плюс МЮ равно единице по модулю М. Но так как МЮ это вообще само по себе по модулю М, да, то это просто означает, что КХ, так же как КХ чертой, равно единице по модулю М. То есть, единица в столбце номер Х чертой. А Х чертой это какой-то конкретный номер, потому что это остаток от деления Х на М. Все. Все очевидно. Ну, Х не делится на М по очевидным причинам, иначе бы единица разделилась на М в этом равенстве. Вот. Итак. Ура, ура, ура. Что же мы получаем? Мы получаем следующее замечательное свойство всех таблиц умножения. Берем М. Рисуем таблицу. Рисуем КТУЮ строку. Если К взаимнопрос с М, то здесь все остатки, ну и в частности единицы есть. Все вот эти свойства 1, 3. Выполненные. Если К не взаимнопрос с М, то тогда не все остатки, есть 0 и вообще всякая бяка. Вот. Значит, все зависит. Зависит от наибольшего общего делителя. Номера строки и модуля рассмотрения. Так. Ну и, наконец, последний наш. Помните, под чертой. В каких таблицах вообще нет нулей? В каких таблицах нет нулей? Ну, в содержательной части. После, естественно, выкидывания нулевого столца и нулевой строки, которые заполнены нулями целиком. Ответ. Даем ответ в таком виде. В таких, что любое К от единицы до М минус 1 взаимно. Просто с М. Ну, тут уже каждый ежик скажет, что это равносильно тому, что М простое число. Понимаете? Ну, действительно, смотрите. Если не все предыдущие, да, вот М простое число, тогда оно не делится ни на какое число, кроме себя и единицы. А значит, что все числа от единицы до М минус 1 не имеют никаких с ним общих делителей, да, потому что они на него самого делиться не могут. А он делится только на один и себя. Поэтому простое это то, которое взаимно просто со всеми предыдущими. Ну, простое, тем самым взаимно просто со всеми предыдущими. Но если М не простое, то оно на что-то делится, на какое-то число больше единицы и отличное от себя. Но вот то число, на которое оно делится, уже, естественно, с ним не взаимно просто. Поэтому в соответствующем номере строки К, то есть если М не простое, то оно делится на какое-то К, и в соответствующей строке все уже полное безобразие. Там ноль где-то появляется, не все остатки встречаются и так далее. Вот. Ну, то есть еще раз. Простые числа это те и только те, которые взаимно просто со всеми предыдущими. А значит, это те и только те, в которых в таблицах по умножению по этому модулю нет нулей, а значит, это такие таблицы, которые определяют возможность денить на любые ненулевые остатки. Вот поэтому мы доказали, что при М равно П простом и только в этом случае, Z по MZ поле. А если M не простое П, а какое-то другое число, то Z по MZ только кольцо. И в нем обязательно где-то есть какая-то, во-первых, есть делитель нуля. Что такое делитель нуля? Ну как, делители нуля это которые при умножении друг на друга дают ноль, а сами не были равны друг другу. Вот. Ну вот, значит, самое, вот такое очень важное утверждение. Ну и сразу, понимаете, у нас сразу огромное количество получается полей. Ну и закончу я это. Мы потом все эти поля будем изучать. Вот, но завершу тем, что еще раз подчеркну, что дополнительное утверждение, которое мы тоже доказали, что вот это вот Z по MZ поле, тогда и только тогда, когда не существует A и B отличных от нуля, таких, что AB равно нулю. То есть это побочный продукт, да? Да? Вот. Ну потому что если Z по MZ поле, тогда у нас, соответственно, нет вот этих вот. Да, и это все в том и том случае, когда M простое. M простое. Вот. Ну действительно, значит, если M простое, если это поле, то в таблице умножения нулей нет, а значит ни в одной строке не будет нуля. Поэтому если A и B отлично от нуля, то что такое AB? Это содержимое A-той строки на B-том месте. Ну а вот оно не может быть равно нулю, потому что и нулей вообще нет. С другой стороны, если M не простое, то M раскладывается на множители M равно A умножить на B, и тогда естественно, что в B-том номере A-той строки, в B-той как бы строчке A-той строки, стоит A умножить на B, то есть M, то есть 0. Вот и все. Поэтому вот это дополнительное утверждение очень важно для нас. Очень. Мы будем его использовать при изучении многочленов. Вот. Вот это используем при изучении многочленов. Вот что. Многочленов. Для наших конечных колец то, что они поля, это и равносильное этому утверждению. На самом деле для других колец это уже не так красиво все. То есть конечное кольцо, которое мы вот здесь сейчас имеем, оно, вот эти кольца остатков, да, они поля в том и только в том случае, когда нет делителя нуля. Это очень крутая характеристика. Ну у нас получаются отличные поля. Z по 2, Z. Оно состоит всего из двух элементов. 0 и 1. Z по 3, Z. Уже из трех элементов. 0 и 1 минус 1. Ну или они же Z. Значит 0 и 1, 2. Ну так далее. Ну давайте я выпишу. Z по 101, Z. 101 простое число. Значит поле образует множество остатков от нуля до ста, да, по умножению вот это вот поле. Поле. Ну то есть любое число на любое можно разделить. Ну как именно мы потом еще вспомним. Опять же у нас техника есть деления некоторая. Ну я про нее еще потом скажу. А вот пока просто скажу, что вот ну там поле. То есть там в частности, не знаю, я сейчас от балды взял 13, да. 13 на 88 делится. Делится в этом поле. Ну то есть что это означает? Означает, что я могу найти здесь что-то, что при умножении на 88 дает 13 в качестве остатка определения на 101. И любые два так устроены. Вот такая вот красота. Понимаете? Вот поля, они очень совершенные. Создание в них можно алгебру многочленов развивать. В них очень много чего другого можно развивать.